Чума в Бомбее, стрельба в Пуне, вакцина доктора Хавкина Автор Сергей Ветров, читает Кукушкин Владимир Индия. Жемчужина Британской империи 30 лет прошло после восстания Сипаев, когда яростный гнев народного бунта разбивался об стойкость солдат в красных мундирах И теперь империя правит этими землями тяжелой рукой, к взаимному процветанию местных племен и их далеких властителей Англичане деловито обустраивают страну под себя, прокладывая тысячи километров железных дорог, закладывая рудники и обустраивая поля В Асамме выращивают чай и джут, в Бенгалии джут и опиум, в Пинджабе хлопок и множество кораблей идет из Индии в Альбион с грузом риса, чая, пшеницы и пряностей Чтобы на обратном пути привезти промышленные товары Это английский меркантилизм, это самая капиталистическая страна и самая колониальная колония во времена наибольшего расцвета вот этого вот всего И англичане зарабатывают на этой движухе около 100 миллионов фунтов стерлингов ежегодно Джентльмены из ICS, индийской гражданской службы, отлично знают свою работу Но знают ли они по-настоящему все те народы, ненавидящие и презирающие друг друга еще с тех пор, как Брахма сотворил эту землю? Едва ли Как можно знать их, если в Алахабаде кого-то посвящают в сад Пхайи, если люди Санси поют песню ящерицы, а в Джадахре красят быка смерти, которого ни один англичанин не должен даже видеть? Когда столь глубокая пропасть отделяет индусов и мусульман, чамаров и факиров, и когда огромное количество религиозных и культурных противоречий объединяется лишь общей нелюбовью к европейцам Это огромная, многогранная, волшебная страна нищих лачуг и золотых дворцов, невероятных обычаев и первых ростков национального просвещения, диких джунглей и перенаселенных городов Место действия – Бомбей Крупнейший морской порт на побережье Индии Стремительно растущий город Запутанный лабиринт трущоб, жители которых обслуживают перевалку колониальных товаров с железнодорожного узла города на корабли и далее в метрополию Под руководством британской ост-индийской компании архипелаг рыбацких деревушек превратился в огромный коммерческий центр И люди в европейских платьях и с европейскими лицами плывут в многоголосых туземных реках, и величественные кварталы британской архитектуры гордыми островами возвышаются в морях нищих лачуг Десятки кораблей в порту стоят, облепленные высокоорганизованной круглосуточной суетой погрузки и выгрузки товаров Время – деньги Заходят корабли из Гонконга, хотя торговля с ним в последнее время слегка просела из-за какой-то эпидемии Надеюсь, вы поймали нужное настроение Чума, пацаны Погнали Крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными, расслабленными шеренгами Неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покружившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку Ночью в переулках на лестничных клетках был отчетливо слышанных короткий предсмертный писк Альбер Камю Древняя священная поэма Боговата Пурана на санскритском языке Наставляла жителей Индостана покидать свои жилища, как только крысы начнут падать с крыш и умирать Кули, наемные носильщики, работавшие за нищенскую пайку в порту Бомбея в августе 1896 года Не имели возможности последовать мудрому совету древней книги Потому что бежать им было некуда, а в жилищах их ждали голодные семьи Каждое утро люди, выходившие на работу, находили все больше и больше трупиков издовших крыс И постепенно среди них стали встречаться тела умерших людей Первые смерти от чумы среди портовой бедноты начались примерно в середине августа Но только в конце сентября проблема приняла масштабы, достаточные для того, чтобы власти города собрались на экстренное совещание Заслушали главного санитарного врача города У многих умерших, найденных полицейскими, были обнаружены характерные бубоны под мышками в паху или на шее Первое желание нормального чиновника, принадлежавшего к любой стране и эпохе Это, цитата, контролировать ситуацию и не допускать паники Поэтому в рамках контроля и недопускания было решено, что в городе ничего особенного не происходит И, цитата, чума существует в легкой форме, распознаваемой лишь с помощью микроскопического анализа Тем временем относительно безобидный десяток заболевших в день Постепенно превращался в угрожающую сотню заболевших в день Некто Соломон Иджи, выдававший себя за святого, объявил о приближении роковой даты Магастами С которой начнется якобы золотое тысячелетие К этому сроку мир с помощью чумы будет очищен от всех грешников и вершителей беззакония Люди волновались За полтора года до начала эпидемии неизвестные злоумышленники испачкали смолой статую королевы Виктории На одной из площадей Бомбея И это не могло остаться безнаказанным Когда появилась чума, на базарах одновременно возникло убеждение Что это бедствие послано разгневанной королевой богиней В качестве мести всем народам Индии Люди очень волновались В начале октября был создан специальный комитет из чиновников и врачей Обладавших самыми широкими полномочиями Главой противочумного комитета был назначен генерал Гейтер Потомственный военный, всю жизнь прослуживший в Индии Воевавший в Пакистане и Бирме Знавший обычаи Он стал неплохим кадровым выбором Тем более, что в распоряжении противочумного комитета Поступали армейские и флотские части из гарнизона города Гейтер только что вернулся в Бомбей из экспедиции в Читрал Небольшое, формально независимое княжество в высокогорьях Северной Индии Где операция по проецированию британского влияния пошла не совсем по плану Превратившись в короткую, но жестокую войну с пуштунами Комитет начал тщательную и массовую кампанию очистки города И организованные в рабочей команде местные жители Промывали сточные канавы и улицы смесью морской воды и карболовой кислоты Посыпали дезинфицирующим раствором перекрестки улицы и подъезды многоквартирных домов На дезинфекцию было потрачено более чем 100 тысяч рупий Ну и конечно все мы помним, какая дезинфекция самая надежная, верно? Несколько кварталов городских трущоб были выселены и преданы всеочищающему огню Из квартир тех кварталов, что решено было оставить Выносилось и сжигалось все барахло, которое не было приколочено к полу Платья, тряпки, подстилки и всякое такое Работа здорово облегчалась тем, что в абсолютном большинстве индусских жилищ Совсем не было никакой мебели, за исключением тонких деревянных перегородок Которые делят одну маленькую комнату на где-то 30 микроскопических семейных капсул Каждая из которых была базовой, так сказать, социальной единицей Один или два работника, престарелые родители, несколько детей, несколько безработных И все постоянно голодные и живут в невероятной тесноте, нищете и антисанитарии Перегородки отдирали от пола и жгли на улице Внутрь заносили рукав ручного насоса и с раствором карболовой кислоты обливали полы, стены и потолки Черепичную кровлю крыши разбирали, чтобы дать доступ солнцу и свежему воздуху Лестницу посыпали хлоркой и сдавали дом обратно, охреневшим от происходящего жильцам Сначала предполагалось, что 10-дневному карантину необходимо подвергать всех здоровых обитателей домов, где диагностировали чуму С медицинской точки зрения это было весьма разумно, с логистической весьма неразумно А с народно-традиционной точки зрения это была полная дичь Парсов, мусульман и индуистов ведь невозможно загнать под одну крышу, их необходимо хранить раздельно Мусульманская женщина, у которой умер муж, не может выходить из дома в течение 4 месяцев и еще 5 дней И первые попытки переселения таких женщин в карантинные лагеря привели к такому яростному бардаку в исламских кварталах, что их оставили в покое При ежедневной смертности в 200-300 человек необходимо было изолировать по 1000 человек в день И с учетом религиозных и традиционных ограничений возле Бомбея нужно было бы построить еще один, так сказать, карантинный Бомбей чуть меньших размеров Ну и в общем и целом на карантин забили, пусть бегают Но зато проводили изоляцию заболевших и подозрительных по чуме Уничтожали имущество и иногда жилища у лиц, умерших от чумы Эвакуировали людей из пораженных кварталов для проведения тотальной, ну вы поняли, дезинфекции Запретили ярмарки и паломничество Организовали уличные блокпосты с медицинскими осмотрами Ввели ограничения на железнодорожные пассажирские перевозки и в принципе на перемещение по стране Досматривали суда и их пассажиров И особенно строгий карантин был введен для лиц, отплывающих в Европу Во время обысков местные жители старательно не шли на сотрудничество Найденный больной или труп автоматически означал, что в доме устроят дикий погром Некоторых слегка заболевших или даже вполне здоровых людей врачи увезут неведомо куда Стены вымажут вонючим и вообще от всего этого лучше держаться подальше Чрезвычайно распространенным был слух, что королева потребовала доставить ей 10 тысяч индусских печеней Поэтому посланные из-за моря и местные врачи уводят людей и делают вскрытие в госпиталях Участник русской экспедиции в Бомбей доктор Левин пишет следующее Население всеми средствами старалось скрыть больных из страха перевозки их в госпитале Для сокрытия больных родственники пускались на всевозможные хитрости Запирали их в сундуках, в которых они иногда успевали задохнуться, пока инспекционный отряд находился в доме Прятали в самые глухие углы чердаков и закидывали разным хламом В одном случае умирающую от чумы старуху усадили лицом к окну И дочь все время усердно расчесывала ей волосы, пока инспекционный отряд осматривал помещение К декабрю месяцу Бомбей уже совершенно не был похож на преуспевающий торговый город Смертность составляла временами до 2000 человек в день На месте нескольких кварталов были выжженные пятна Уличные базары позакрывались Тысячи человек свалили из города и десятки тысяч пытались свалить Чума для большинства жителей Бомбея была не так страшна, как нарушенная экономическая жизнь Введенные властями карантин и ограничения на перемещение товаров и жителей Остановившаяся работа порта и всеобщая паника оставили без средств к существованию десятки тысяч человек Для которых ежедневная тяжелая работа по перемещению товаров со складов на корабли и обратно Была единственным средством не умереть от голода и обеспечить свои семьи Город захлестнула волна грабежей и насилия Когда голодные и отчаявшиеся отбирали последний кусок хлеба у голодных и обессилевших Понимая, что разбегающиеся жители Бомбея непременно потащат заразу вглубь страны Гейтер, напомню, глава противочумной комиссии Распорядился заранее выставить военно-санитарные заслоны и начать профилактические мероприятия Один из таких противочумных заградотрядов разворачивался в городе Пуна Километров за 150 от Бомбея под руководством офицера ICS Чарльза Ренда Сосредоточив под своим руководством около 500 солдат, нескольких врачей и фельдшеров Он развил кипучую деятельность по обороне, учредив досмотры, обыски домов, дезинфекцию и все в таком духе Причем для местных ситуация выглядела однозначной Дело в том, что в глазах местных жителей сначала появился Ренда и его врачи Мажущие дома вонючей белой смесью А потом, вместе с беженцами из побережья, ну это совпадение Пришла чума, убивающая их родных и близких В феврале 1897 года в городе погибло около 700 человек И их, несомненно, отравили англичане Более того, цитата из местной газеты Британские солдаты либо по невежеству, либо по наглости насмехались, позволяли себе обезьяне выходки, говорили глупости, запугивали, трогали невинных людей, пихали их, ходили в любое место без причины, крали ценные вещи Они имели полное право вторгаться в любой дом и опрокидывать вещи Военнослужащие раздевали мужчин, женщин и детей догола для, так сказать, проверки, иногда даже в общественных местах, и эвакуировали их в больницы или помещали в карантин Иногда они также уничтожали имущество без надлежащего разрешения Не, ну не гадали в самом деле Ходили упорные слухи, что как минимум две женщины были изнасилованы, а многие солдаты мочились в пищу во время обысков домов Рент, в свою очередь, в докладах указывал на то, что местные жители возникновения чумы винят солдат, проявляют агрессию, скрывают заболевших и тайно хоронят умерших Рент пишет о железной дисциплине среди солдат и медицинского персонала Один из лидеров индийских националистов, журналист Тилак, пишет в своей газете, что чума является меньшим злом, чем тирания противочумного комитета Истина, наверное, была где-то посередине И тут, в общем, на сцену выходят молодые революционеры, братья Чапикар, национальные индийские герои борьбы за независимость Известные и почитаемые на родине за подвиг, который они совершили Их имена знают школьники, о них снимают фильмы, в их честь названы улицы и подвиг их Яркий самобытный пример тупорилости Жили-были три усатых брата, жили дружно и небогато Дед разорился и умер, отец разорился и умер Перспективы туманные А еще чума и англичане эти У братьев внезапно бомбануло Ренда надо было остановить, он же был злом большим, чем чума Около полуночи 22 июня 1897 года завершились торжества по случаю очередного юбилея королевы Виктории Высокие гости провинциального масштаба разъезжались из дома правительства по своим квартирам, отелям и резиденциям Когда карета с Уолдером Чарльзом Рендом поравнялась с засадой, которую на ночной дороге устроили народные мстители Старший из братьев закричал Это он! Старший и средний брат запрыгнули на подножку и разрядили свои пистолеты в пассажира Младший еще застрелил лейтенанта Аэрста, который вообще не при делах был, но выглядел очень подозрительно Старшего брата сдали властям двое вообще левых индусов, тоже братьев, у них там очень большие семьи За это остальные два мстителя брата завалили предателей братьев, попались на этом деле полиции и потом их всех троих братьев-мстителей повесили На суде они сказали, что регулярные унижения, которым Ренд подвергал индийский народ, заставили их выступить в защиту достоинства Индии Недоуменное молчание, честно говоря В общем и целом, смерть Ренда ничего не изменила в тактике британцев и чуму в конце концов удалось остановить Она ушла, убив при этом около 4 тысяч человек из 12-тысячного населения города На несколько десятилетий об этой истории забыли После обретения Индии независимости, национальные лидеры начали пристально вглядываться в прошлое в поисках патриотов-первопроходцев для учебников истории Подвиг братьев Чапикар объявили первой ласточкой национального движения и канонизировали Вместо морали просто представьте себе усатый боливийский плакат Ну да ладно, сменим тему Не сомневаюсь, что придет день, когда один из моих учеников остановит чуму Луи Пастор Третья пандемия чумы шагала по Азии С эпидемиями уже столкнулись в Китае и Российской империи И настороженные медицинские власти развитых стран всего мира Не хотели усказать шанса понабрать немного опыта в борьбе со страшным врагом И лучше бы подальше от своих границ Индия стала очередным центром паломничества, так сказать, охотников за микробами Помимо британских медиков, там работали научные экспедиции из Австро-Венгрии, Италии, Франции, России, Египта и Германии Микробиология – молодая, стремительно развивающаяся наука И все новые и новые открытия говорят о том, что уже в первой половине 20 века Человеческий разум сможет полностью искоренить все болезни Энтузиазм был невероятный Пастор был прав В числе тех, кто по просьбе колониального правительства поехал в Бомбей Был 36-летний микробиолог Владимир Аарович Хавкин Бывший подданный Российской империи Бывший выпускник Новороссийского мединститута Бывший ученик Мечникова Бывший сотрудник Пасторовского института микробиологии и инфекционных заболеваний В 1893 году он создал первую в мире вакцину от холеры И приехал с ней в Калькутту И в течение следующих 4 лет лично вакцинировал примерно 42 тысячи пациентов Смертность от холеры упала в десятки раз Вакцину начали производить в промышленных масштабах Были подготовлены десятки специалистов Блистательная победа над самой грозной болезнью 19 века И вот теперь поезд везет его в Бомбей На чуму В Бомбей он приехал с готовым планом действий Он исходил из известных предпосылок приготовления иммунных вакцин Если в человеческий организм ввести ослабленную культуру микробов Человек становится, возможно, невосприимчивым к болезни Правда, пока такую вакцину изготовить никому не удавалось Хотя возбудитель чумы уже был открыт Александром Ерсеном Во время гонконгской эпидемии в 1894 году Хавкин выращивал миллионы чумных палочек на специальном питательном бульоне А потом травил их фенолом, глушил хлороформом, подогревал и высушивал Полученные сыворотки проверялись на крысах На кораблях, пришедших из других стран, покупались десятки крыс Вакцинировались, а потом к ним в клетки сажали больных чумой крыс с городского рынка Крысы дохли в клетках, люди дохли на улицах, время поджимало Тем временем эпидемию удержать и локализовать не удалось Она вышла за пределы бомбейского президентства и отправилась путешествовать по стране Добравшись до Калькутты, Карачи, Дели и Хайдарабада Поразила не только крупные города и порты, но и проникла в сельскую местность Где практически не поддавалась учету Паника, бардак, беженцы А в небольшой лаборатории Хавкина в январе 1897 года Выжили 10 крыс, вакцинированные очередным вариантом сыворотки и зараженные затем чумой Из трюмов, пришедшего из Европы пароходы, добыли свежих крыс и повторили Затем проверили на кроликах и морских свинках Выживают! Рецепт оказался невероятно простым Немного на стыке науки и алхимии Суточную бульонную культуру чумных бацил разводить в специальном бульоне Приготовленным из необезжиренной баранины, к которому прибавить некоторое количество очищенного кипячением С водой коровьего масла или масла кокосовых ореков Масло прибавляет столько, чтобы оно плавало на поверхности бульона островками Культура в таком бульоне развивалась в виде отростков, спускающихся с поверхности вниз Засеянные колбы держать в термостате при температуре 28 градусов по Цельсию Комнатная температура в Индии, на минуточку Около 6 недель Сбалтывая периодически, чтобы сталактиты осели на дно и дали место новому росту Через 5 недель мутный бульон осторожно прогреть при температуре 65 градусов Процедить через марлю, причем марлей задерживать только масло Затем добавить карболовой кислоты, разлить по флаконам и запаять Нагреть еще раз до температуры 65 градусов Цельсия После чего лимфа имеет вид густой, темной жидкости и готова к употреблению Для проверки действия вакцины на человеке То, что крысам и кроликам норм, человека может так-то и прикончить Сотрудники лаборатории предлагали наловить в трущобах несколько добровольцев за малое вознаграждение Но медики конца 19 века были безнадежными гуманистами и романтиками Поэтому эксперименты ставили на себе Хавкин сделал укол себе Полежал пару дней с высокой температурой, оклемался и отправился докладывать о полученных результатах Медицинскому совету противочумного комитета Те тоже пожелали попробовать, тоже полежали с температурой, тоже все выжили Итак, сыворотка не убивает человека, но дает ли она ему иммунитет против заражения чумой? Англичане знали пару мест, где все уже готово к клиническим испытаниям Королевская Бекульская тюрьма предназначалась для лиц, осужденных на долгий срок Население 346 заключенных, 9 человек больны чумой и пятеро уже погибли Замкнутое сообщество без связи с внешним миром в самом начале развития эпидемии На вакцинацию согласились 154 человека, остальные же 183 стали добровольной контрольной группой Из тех, кому была сделана прививкой, чумой заболел лишь один человек и вскоре выздоровел В контрольной группе же на момент окончания эксперимента погиб 21 человек Когда начинаешь проводить опыты над заключенными, иногда бывает сложно остановиться 1 января 1898 года заболело трое арестантов у мерканской общей тюрьмы И все трое погибли Осведомленные об интересном опыте Бекульской тюрьмы, привиться пожелали все заключенные Ввиду новизны самого дела и ответственности перед англо-индийским правительством и обществом А также ввиду необходимости ясного и однозначного доказательства действия прививки Было решено привить только половину арестантов Подопытных вывели во двор, построили и укол был сделан по порядку каждому второму заключенному Среди тех счастливчиков, кто получил прививку, смертей не было вовсе Некоторые из тех, кому прививки не достались, умерли, доказывая действенность и необходимость нового лекарства Это был прорыв Впервые было получено действительное средство от самой пугающей болезни средневековья Однажды чуть не поставившей на колени европейскую цивилизацию Как оказалось впоследствии, оно было совершенно бесполезно против легочной формы чумы И русским врачам в Манчжурии десятилетия спустя опять пришлось останавливать беду своими жизнями и жестокими решениями Но первый шаг был сделан и человечество больше не было беззащитно До изобретения вакцины все методы борьбы с чумой так или иначе повторяли все то, что европейцы делали в 14 веке Лекарство было несовершенным, давало лишь временный иммунитет, вызывало болезненные и опасные побочные эффекты Например, высокая температура, спутанность сознания, слабость, диарея, боль во всяких частях тела, поражение тканей в месте введения, остроиммунные ответы и прочее Но оно впервые позволило надежно защитить людей от бубонной чумы Первая вакцина была создана Во время бомбейской вспышки чумы в Индии погибло около 10 миллионов человек В последующие 30 лет еще 12,5 миллионов Вспышки с десятками жертв случаются и в наши дни Такие дела Продолжение следует...